Во время представления в суфлёрской будке появилась пьяная офицерская рожа в смысле лицо защитника отечества и стала говорить... Нет, ничего. Всякий вздор. В любви мне объяснялся. Я? Да. Вы так говорите, как будто я дружу. Я как раз о вас. По неприятности, Таня. Есть хорошее качество. Они проходят. А это остаётся, понимаешь? Кондр, вы могли. Кто это вас надоумил? Зачем решаете мою судьбу, меня не спросясь? Не надо мне никакой Говров. Никто не надо, Венгали, вы так... Фильди, отвезь меня домой. Немедля. Видеть вас не хочу. Эй, послушайте, джентльмены. Когда Кэпы попадают в туман, то возница всё время дует в рога, чтобы люди слышали, что едет Кэп. У вас есть рога? Слава Богу, пока что нет. Я вас это ещё не заслуживала. Спасибо, конечно. Мне очень приятно быть у вас в гостях. Именно в гостях. Потому что я приехала из Санкт-Петербурга, работаю в Академическом театре комедии имени Акимова. Уже 31 год. До этого 11 лет в театре имени Ленсовета. И хоть у меня не однажды была возможность переехать в Москву, я никогда этим случаем не пользовалась. И очень благодарна судьбе за то, что она связала меня с Санкт-Петербургом. Надеюсь, мы с вами хорошо проведём время. И здравствуйте, дорогие телезрители. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Ирина Степановна. В этой программе разговор, как правило, начинается с детства. Вы родом из Беларуси. Расскажите нам, что вы читали, что смотрели, во что играли в детстве? Я, конечно, соглашусь с теми, кто говорит, что самая большая удача человека в жизни – это счастливое детство. Пожалуй, что у меня было счастливое детство, потому что я родилась в маленьком городе. Начинаю говорить и плачу, потому что столько с этим связано. И это далеко. Уже нету даже того города, поскольку был Чернобыль. И всё, что там было хорошего, очень многое было уничтожено. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думала, что я в жизни уже отплакала, но вот видите, ещё нет. Значит так. Что мы делали в детстве? В детстве мы играли в «Казаки-разбойники». В детстве мы всё время проводили на улице. Это была река Припять с сильным течением, где я на лодке переплывала её, занимала место на пляже. Места не было. Приезжали туда и москвичи, и питерцы, и многие из Белоруссии, потому что это был такой пляж с белоснежным, как мука песком. Это были освоенные все крыши, все по лестницам отлаженные чердаки, пожарные лестницы. На третьем, на пятом этаже. Это коммунальная квартира. Это подружки. То есть дом 18-ти квартирный, а при этом подруг во дворе было несметное количество. Сейчас уже никого в Мозере практически не осталось. Все уехали, живут по разным городам и странам. Но мы держим связь. Это самая такая крепкая связь у нас. Что ещё? Это во дворе придуманный теннисный стол на собранные бутылки. Мы покупали теннисные ракетки, сетку и устраивали турниры по настольному теннису. Дети просто, практически без помощи родителей. Это спектакли, когда мамы и папы высаживались во дворе, а дети разыгрывали спектакли, поставленные с помощью более взрослых девочек. В общем, это время, которое определило мою дальнейшую жизнь. Что читала? Я довольно рано научилась читать, где-то в 4,5 года, и моя подружка родная рассказывает, как я прибежала к ней на третий этаж, я жила на третьем, вернее, прибежала к ней на второй, и говорю, Райка, я научилась читать. Райка вообще очень умница большая, надо ей передать привет. И она говорит, и меня научи. И я тоже за несколько дней научила ее читать. И поэтому, поскольку дома у родителей не было никакой библиотеки, я была записана сразу в библиотеку, ходила сама, брала, чуть ли не крестиком крестик ставила. Можно тогда было по улицам ходить детям одним в 5 лет. И я ходила в библиотеку, брала книги, меняла их сколько угодно. Вот чуть ли не каждый день. Однажды я нашла на помойке книжку Мих Зощенко кто-то выбросил. Я не знала, кто такой Мих Зощенко, но тогда я уже была в классе, наверное, в 6-м. И потом эта книжка еще тоже будет играть роль в моей жизни. И читала вообще все, что только можно было. Появилась Мэри Поппинс, читаешь Мэри Поппинс, появились какие-то Левшенин, детективы. Вот все, что только где-то можно было взять, все читалось. Поэтому теперь мне не очень хочется читать много, потому что я уже не рассчитываю что-нибудь новое узнать из художественной литературы. Эмоциональная жизнь у меня уже вроде как тоже сложилась, вы видите сами. Поэтому интересует меня сейчас в основном какая-то документальная, да, документальные факты. И, собственно, все. А как у вас появилась мечта о театре? Надо сказать, что большой вот так прям вот мечты быть артисткой у меня не было, потому что я не представляла, как это делается. Вот почему, как можно мечтать о том, что нереально. Понимаете? Мечта любая. Даже полететь на Луну, это ты видишь эту Луну. А как стать артистом, вот живя в Мозыре, совершенно было непонятно. У нас был неплохой, очень драматический театр в Народной, в Мозыре. Я ходила на спектакли, мне они нравились, там были спектакли для детей, все это нравилось. Однажды приехал какой-то театр Тули из Могилева, мы с подружками тоже пошли, и я помню, как мы сидели на балконе, в проходе сидел какой-то человек, и мы почему-то вот тихонечко стали краситься к нему и спросили, скажите, пожалуйста, вы из театра? Он сказал, девочки, так нельзя себя вести. Вы видите, сейчас спектакль начнется? Будьте скромнее. Отбрил нас, как бы я теперь понимаю, что это такое, когда ты к великому человеку пытаешься обратиться, и когда тебя отбрили. Вот. Но у нас, у меня была подружка, и старшая сестра ее, Алка, которая сказала, почему-то, глядя на мои выходки, Ирка, тебе надо быть артисткой. Смотри, ты так легко плачешь, у тебя там, ты такая заводная, это все, тебе надо во ВГИК поступать. Ну, сказала и сказала, что это такое ВГИК, я понятия не имела. А потом в восьмом классе к нам приехала в класс девочка Марина, у которой сестра уже училась в Свердловском театральном училище на режиссуру, и Марина тоже хотела стать артисткой и знала, как поступать в эти театральные училища, что для этого надо. И вот она, еще две девочки, они стали уже сговариваться, шушукаться, как это будет происходить. А я тоже попросила взять меня в компанию. И мы в начале восьмого класса буквально отправили письмо в Горьковское театральное училище, потому что это было самое ближайшее к Мозырю. И мы туда отправили письмо, чтобы нам прислали условия приема, мы получили ответ за подписью секретарь Ушенкина. И нам казалось, что это секретарь Ушенкина, которая нам ответила, это такое нежное существо, практически Барби. Ну, Барби тогда не было, ну, как бы, Золушка. И мы уже в нее были влюблены. Интересно, что потом мы увидели, что это очень-очень пожилая дама с такой завивкой химической, с сигаретой, с прокуренным голосом. Но вот тогда мы думали, что секретарь Ушенкина у нас вот такая. И стали готовиться. Я не могла себе, поскольку я стеснялась, чтобы со мной кто-то занимался или кому-то сказать. Очень многие так, артисты, это вот, это мой мир, и мне никто не нужен. И когда мама говорила, когда я ей сообщила, что вот мы собираемся поступать, она говорит, Ира, ну давай, вот, учительница, пусть она тебя послушает, можешь ли ты быть артисткой, прочитая стихотворение какое-нибудь. Я сказала, нет, нет, никто меня... Сама выбрала себе программу, сообщила родителям, что я поеду после восьмого класса. То есть мне тогда было 14 лет. Мне еще 15 не исполнилось. Мы поехали вчетвером, с нами поехал папа одной девочки, а родители отпустили просто потому, что были уверены, что я не поступлю. Мне очень хотелось поехать и попробовать свои силы. И это было интересно, это было азартно, это было весело, ну как-то, ну как-то так. Но это тоже было очень интересно, потому что я не выговаривала к моменту поступления буквы Ш, Ж, Р. У меня было мягкое Р, Ри я говорила, Ф, В, шепелявила. И поэтому, когда я поехала поступать, девочки были уверены, что они меня с собой берут просто за компанию. И ничего у меня не получится. Но как ни странно, не имея ни одного знакомого человека в городе Горьком, не зная вообще ничего об этой профессии, меня никто не готовил, не рассказывал, как надо читать что-то, как надо поступать, как себя держать. И несмотря на эти дефекты, меня приняли в училище, потому что знали, что... Это было очень хорошее училище, оно и сейчас хорошее. Знали, что до определенного возраста дикцию можно исправить. И я буквально через полтора года, даже, может, чуть больше, да, через полтора, я уже говорила... Ну, только сейчас не смейтесь, потому что сейчас буду от волнения тоже опять неправильно говорить. Я уже правильно говорила все буквы. Я репертуар себе сама выбрала. Мне никто не помогал, и я не знал. Во-первых, я взяла отрывок из «Мих Зощенко», потому что я была уверена, что никто этой книжки не знает, и никто не знает этого Михаила Зощенко, раз я на помойке нашла. Ну, и понятно, почему его тогда мало знали. Он какое-то время был запрещен под санкциями, как сейчас говорят. Вот. А когда я приехала, я увидела, что практически все читают этого «Мих Зощенко». Более того, я не знала совершенно... Я выучила рассказ «Больные», и я не знала, что он мне совершенно по моему амплуа, совершенно не подходит. Мне казалось, что если мне смешно и интересно, то я его хорошо прочитаю. Басня у меня была «Ворона и лисица». Голубовка, как хрофа, ну что за фейков, что за глазки. Рассказывает, так право сказки, какие перовки, какой носок. И верно, ангельский бы должен голосов. Ведь ежели сестрица, при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты бы у нас была царь-птица. Вот примерно так я читала эту басню. Вот что хотите, то думайте, хотите верьте, хотите нет, но я была принята. А насчет рассказа, я когда увидела, что все читают Михаила Зощенко, я буквально не знаю, что меня, как говорят, сейчас торкнуло, но я пошла в ларек, увидела в ларьке журнал «Юность». Я купила журнал «Юность» и просто выучила в журнале «Юность» описание природы и стихотворение, которое тоже. Я выучила какое-то патетическое стихотворение из учебника, может, осадово, может, еще чего-то. Потом поняла, что его тоже все читают. И я выучила описание природы, ну, как-то меня хватило на то, чтобы понять, что это, наверное, мое. Это было буквально за, не знаю, за несколько часов я это сделала, ну, может, за сутки. И вот в результате это сработало. Девочки мои, к сожалению, сразу не прошли там первый тур, кто-то одна на второй перешла, но они меня, честно, ждали, и я прошла три тура, и мы вместе вернулись домой. Ну, хочу сказать, что вот все три подружки закончили потом в результате после десятого класса в Ленинграде институт культуры, и все работают по специальности. Значит, не зря ехали поступать в этом направлении. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда в 16 лет вас утвердили на роли главную роль «Чудо с косичками», какие эмоции вы испытывали? Страх, уверенность, неуверенность? Расскажите, пожалуйста. У меня не было никакого страха. У меня, если уж такой вопрос был задан, что я испытываю, если вам еще захочется задать такой вопрос, то, знаете, у меня никогда никакого страха вот в момент события нету. Есть мобилизация и есть момент игры. Вот к этому, ко всему я относилась как к игре, как к чему-то само собой разумеющемуся. Я вам просто расскажу, как это было. Я забежала в училище посмотреть расписание на доске объявлений. Я возле него стою, в это время из кабинета директора выходит молодой человек, останавливается рядом и смотрит на меня. Я смотрю на доску, он смотрит на меня внимательно. Я повернулась, сказала, что? Он говорит, ты здесь учишься? Да. А у тебя есть с собой фотографии? Нету. Кто носит с собой фотографии? Зачем? Ну, просто я знакомый знакомого-знакомого-знакомого, который знает режиссера Титова, а он будет работать ассистентом по актеру на этом фильме про Ольгу Корбут. Просто ты подходишь, если у тебя есть фотография, ты мне дай, я отвезу на Мосфильм. Вдруг ты подойдешь. Ну, я, естественно, по такому поводу съездила на квартиру, где я снимала комнату, привезла фотографию и буквально через несколько дней получила телеграмму с приглашением на пробы. И я поехала на первые пробы, потом были вторые. Мне помогло то, что я занималась в детстве художественной гимнастикой, поскольку это был прототип Ольги Корбут, та роль, которую я играла, то какие-то упражнения в фильме я делала сама, шпагаты, какие-то перевороты, мостики, мостики. Вот. И это мне очень помогло. А дальше все было очень интересно. Это была абсолютная игра. На площадке, ну, вот когда меня утвердили, на площадке я во все лезла. Если нужно стул режиссеру принести, я бежала, несла стул. Если надо там поправить что-то в камере, я бежала, помогала этому. Принести рулетку. Я только не могла сидеть на месте. Еще тогда я узнала, что кино это очень необязательная штука. Я приходила, если сказано было, смена начинается в 9, в 9 утра я сидела под дверью. Поскольку я жила там на Мосфильмовской рядышком, я сидела под дверью. Люди начинали только в 10 часов собираться. Я не могла понять, как это так. И, по-моему, вот в кино сейчас до сих пор так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для любого актера, получившего диплом, следующий важный этап это распределение. Как вы попали в Ленинград, в театр Ленсовета? Ну, вот это уже второй счастливый случай. У нас всегда в училище председателем экзаменационной комиссии был режиссер Манюков из Москвы. Но в этот год он заболел, и попросили Игоря Петровича Владимирова быть у нас председателем ГЭКа. Он приехал, посмотрел наши дипломные спектакли, потом устроил обсуждение, и нас всех высадили, вот сейчас как вы сидите. Он стал рассказывать свои впечатления о спектаклях, которые он видел, а потом на меня ткнул пальцем и сказал, вот ты, ты на пуантах умеешь стоять? Я говорю, нет, но если надо, научусь. Ему понравился этот ответ, он сказал, ясно, поедешь ко мне работать. И, в общем, таким образом я была приглашена в театр имени Ленсовета. Ну, наверное, он уже спросил, навел обо мне справки, он знал, что я снималась в кино, потому что к тому времени я снялась уже в двух фильмах, даже в трех, от остального я отказывалась, потому что я понимала, что мне надо доучиться. И вот так я переехала. Это было вот просто самый, что ни на есть, счастливый случай. Попасть в столичный театр это только часть актерского везения. Как вам удалось завоевать свое место в театре? Ну, надо сказать, что Игорь Петрович довольно рисковый был человек. В то время не очень многим давали сразу играть главные роли. А театр тогда был действительно не только... Дело не в том, что это столичный театр, что это был Ленинград, город второй после Москвы театральный, но еще в том, что театр Ленсовета был на самом пике популярности. Мы знали про него еще из училища, что там работает Алиса Френдлих, Анатолий Равикович, Леонид Дичков. И я, конечно, начала с роли блохи в спектакле «Левша», которую играла Лариса Лупян на премьере. И потом она продолжала играть. И нужен был второй состав для того, чтобы разводить спектакли. На одной площадке идет, допустим, «Левша», а на другой площадке идет какой-то другой спектакль. Нужен был второй состав. Вот. И вот то, что Владимир спрашивал, могу ли я стоять на пуантах, я, естественно, сразу научилась. Лариса мне помогала водиться, все показала танец этот, который нужен. При этом еще я бегала в массовке, не в одном спектакле. Что значит бегала? Это было, опять же, это было очень интересно. Ты рядом с такими артистами находишься на сцене. Я ходила на все спектакли в свободный вечер. А вечеров у меня в свободных было много, поэтому я все спектакли посмотрела не по одному разу. Тем более, что это были фантастические спектакли, спектакли, которые на меня произвели такое впечатление, которое не было перебито больше никогда в жизни ничем. Но я отвлеклась. Значит, я сыграла этот спектакль, получила роль еще в спектакле именем Земли и Солнца, который мы репетировали. Проработала в театре три месяца, потому что открытие сезона у нас в августе было. Театр съездил на гастроли, на первые очень важные в Париж со спектаклем интервью в Бонес-Айресе, где главную роль играл Игорь Петрович Владимиров. И были заняты и Алиса, и Равикович, и Боярский, и Дьячков, и Каменецкий, и Галя Никулина. Вот все первачи театра. Съездили на гастроли. И этим же спектаклем должен был открываться сезон. Вся труппа собралась. Мы идем на малую сцену. В это время завтруппы мне говорит, Ира, Ира, тебя будут вводить в спектакль малыша Карлсон на роль Беттон. Я тебе дам роль. Я говорю, давайте скорее. После сбора труппы. Нет, давайте скорее. Я побежала, взяла эту роль Беттон там на четырех страницах. Села в задний ряд и стала ее уже учить. В это время меня кто-то толкает локтем в бок и говорит, Ира, Ира, вон про тебя говорят. Что? Оказывается, Игорь Петрович сказал. Вот так же мы все сидели. Игорь Петрович здесь. И говорит, поздравляю всех с открытием сезона. Но дело в том, что Галя Никулина у нас заболела. Сегодня не может играть, поэтому мою дочку будет играть Мазуркевич. Все давайте расходитесь. Мы сейчас, значит, пойдем репетировать. И вечером спектакль. Роль через весь спектакль. Дочка с первой минуты. Потом сцена, 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 выход, выход, сцена, выход, сцена. Через весь. Это был единственный спектакль, который я не видела, потому что он разводился с спектаклем «Левша». Когда я играла «Левшу», то там в ДК каком-нибудь, ДК Горького или в ДК Ленсовета, в это время в театре шел интервью в Бонес-Айресе. Поскольку он шел раз в месяц, он всего за это время прошел три раза, я его посмотреть не смогла. Это единственный спектакль, который я не видела. Я не знала ничего. И начали шаг за шагом с текстом в руках меня вводить. Этот ввод сыграл, я думаю, что очень большую роль в моей жизни. Надо сказать, что я вообще не рискала. Я не понимала риска, я не волновалась. Потому что, а что тут волноваться? Тут надо выходить и делать. Рисковал только Игорь Петрович. Но вот я уже сказала, он был довольно рисковым человеком, и его риск чаще всего оправдывался. Ирина, скажите, пожалуйста, вы уже упоминали о том, что рядом были большие артисты всегда. И мне бы хотелось спросить о том, что как они повлияли, они или кто-то еще из окружения повлияли на вас, еще юную, когда вы пробовали себя, как вести в театре, как вести на съемочной площадке. То здесь скорее вопрос о человеческом участии. И второй вопрос, может быть, с кем-то вас связала дружба на долгие годы? Спасибо. В училище, какое бы оно ни было хорошее, какой бы ни был хороший институт, все равно профессией ты учишься именно в театре. Выходя на сцену, наблюдая со стороны артистов. А поскольку я уже сказала, что большего счастья в жизни не могло быть везения, как попасть в театр имени Ленсовета, где работала Алиса Фрейндлих, Анатолий Рубикович, Идичков, Галя Никулина и так далее, то, ну, главным образом Алиса, скажу честно, то мне ничего не оставалось делать. Это даже не надо было заставлять. Ты наблюдал за всем, как надо двигаться, как надо разговаривать, как надо слушать. А мне билетеры разрешали стоять в первой двери в театре за занавеской. И как только, значит, начинался спектакль практически, я вставала за занавеску, и за занавески смотрела практически все спектакли этого из там, из восьмого ряда. А потом, естественно, стоя, а потом уже стала смотреть из деревяшки. Это называется у нас такой выход из-за кулис, который вот совсем близко оказался. И я сидела на корточках и смотрела все, что происходит на сцене, живьем вот близко, 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 до того, как я стала еще партнерствовать. И был такой случай, когда я ввелась в спектакль «Пятый десяток» сначала на маленькую роль, потом я там сыграла большую дочку Алисы Брунны, а сначала я играла маленькую роль, прямо на гастролях, по-моему, мы в Сочи поехали. И после спектакля, Алиса Брунна, расчувствовавшись, там мы вместе были в гостинице, в номере, и она сказала, что Ира, там ей очень понравилось, там я характерно играла это, хочешь, я тебя буду учить, если тебе что-то надо. А я сказала, Алиса Брунна, я и так у вас учусь уже всю жизнь. Поэтому я даже не сказала «хочу», я просто, это было настолько, во-первых, неожиданно, во-вторых, приятно, но я действительно училась всю жизнь, и учусь, и особый привет Алисе Брунне. Ирина Степановна, «Трое в лодке», не считая собаки, фильм, дарящий хорошее настроение. Мужское трио, Миронов, Ширвин, Державин славились своими шутками и розыгрышами. А были ли какие-то розыгрыши в сторону женского трио? Спасибо. Ну-а, никаких розыгрышей не было. Это вообще, вот как снимали с хорошим настроением, поехали люди в хорошей компании, Ширвин, Державин и Миронов, которые были друзьями, они втроем проводили отпуск, при этом еще снимались, при этом приехали с женами, им было весело, им было хорошо, интересно. И они, это было вот опять же, когда с настроением что-то делаешь, то это настроение еще нельзя не учитывать музыку. Колкеры это все передается и зрителям. Хорошо на тихой речке Птицы весело щепечут, По волнам игривые бегут лучи. Так чудесно все на свете, Лишь бы нам в пути не встретить Приставучих, надоедливых мужчин. Приставучих, надоедливых мужчин. А мы еще, мы, главное, практически не пересекались. У нас была только одна сцена, где практически общая. А дальше они своей компанией снимались, мы снимали своей компанией. И вот из этих съемок я помню только, во-первых, что я сама выбрала сидеть на веслах, поскольку я выросла на Припяти и провела детство на веслах, то, естественно, я как только увидела лодку, я сказала, чур я на веслах, чур я. И никто не спорил, никто не возражал. Меня моментально посадили на весла, и всю дорогу я катала, значит, девушек. А течение на немани мы снимали, там было такое, очень даже приличное. И надо было держать лодку все время по курсу, и надо было там неправильно поставить, чтобы в кадр попадать. И у меня это просто заправски получалось. И там даже есть в фильме кадры, где я что-то там говорю, а в это время вот так делаю. Это настоящие мозоли, которые я скусывала, говоря текст. Потому что вот они были, они были настоящие. Нет, было хорошо. С Анатолием Юрьевичем Равиковичем вы познакомились в театре. Вам было 19, ему 41. Чем юную девушку покорил такой взрослый мужчина? Если кто-нибудь сейчас представит себе, что такое 40-летний мужчина, то поймут, что это совсем не взрослый человек. Особенно сейчас. Сейчас это просто считается детский сад, и если и мама счастливая, когда ребенок в 40 лет наконец женится. Равиковича к тому времени уже была семья, у него была дочка. Это я забегаю вперед, говорю, какие были проблемы, когда мы все-таки решили связать свою судьбу. А чем он покорил, он не мог не покорить. Сначала как артист, прежде всего. Потому что, я уже сказала, он был просто гениальный артист. И это не потому, что я была его женой, а потому, что не дадут соврать и режиссеры, которые потом с ним работали, и зрители, которые были все в него влюблены. И я смотрела его спектакли, а поскольку он играл роли характерные, он был не всегда ответственно подходил. Он делал какие-нибудь бороды, клеил парики такие седые, чтобы у него был возраст давать. И это было очень убедительно из зала. Мне казалось, что он действительно старик-престарик. А потом однажды, совершенно случайно, я его увидела в коридоре. И просто идет какой-то худенький молодой человек. И я с ним встретилась глазами. Эти наши взгляды пересеклись. Вот это вот та искра, которая говорит, что любовь с первого взгляда. Мы друг так зацепились глазами. Это были молодые, глаза не мальчика, но мужа при этом. И я в нем узнала этого самого Равиковича, старика, который мне казалось там. Ну, конечно, ни о какой, ни о какой там, о том, чтобы связать свою жизнь, не было и речи. Это все постепенно, очень постепенно развивалось. Равикович человек очень ответственный. Он очень любил свою дочь, Машу, с которой, забегая вперед, скажем, мы в очень хороших сейчас отношениях, уже довольно давно. И, ну, он был ответственным человеком уходить из семьи. Более того, я была слишком молода, как ему казалось. Его говорили, да что ты, что ты, она тебя быстро бросит, через какое-то время, несколько лет пройдет. Поэтому мужчине сделать такой шаг в возрасте уже довольно тяжело. Но, тем не менее, у нас довольно длительный был период. Мы общались почти полтора года перед тем, как просто начали вместе жить, а потом уже и поженились. И у нас была возможность и время узнать друг друга поближе, пообщаться, понять, что никаких преград нет, нам интересно. Ему казалось, что нравилось, что я самостоятельно и довольно взрослая для своих лет рассуждаю. Так, что я интересуюсь очень профессией. Ему это тоже нравилось, потому что, как бы, я... Ну, и все. А дальше интерес мужчины к женщине, женщины к мужчине. И тут уже неизбежность. Вся дальнейшая жизнь была, конечно, неизбежностью. Вот. Что вам еще сказать? А надо сказать, что Равикович, когда ему исполнилось 40 лет, в 76-м году, 24 декабря, отмечали... Знаете, что 40 лет как бы не отмечают, но тут устроил... Он был типа банкета. Он, естественно, с Игорем Петровичем стояли, он плакал и говорил, все, жизнь кончилась. Притом, что он уже был к тому времени заслуженным артистом. Вся жизнь кончилась, мне ждать нечего, уже ничего больше не произойдет. 40 лет конец жизни, что как... Рыдал, прирыдал. Это был декабрь месяц, а в марте пришла в театр я. И вот как-то... Так что... АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы попали в команду фильма о бедном гусаре «Замолвите слово»? О бедном гусаре «Замолвите слово» это совсем другая история, чем многие фильмы, в которых я снималась, потому что Эльдар Саныч часто ставит спектакли по пьесам. И сначала они писали пьесы, они были, шли в театрах, а потом... Ну и здесь... И снимает он так же примерно. У него... Хоть это сценарий Горина, он снимает, разводит сцену на площадке, как репетиции в театре идут. Все подробно, с переходами, с перестановками, со всякими страстями. Вошел, вышел, ушел, поговорили, пообщались. Вот это тот случай, когда без партнера никак нельзя. И поэтому он берет чаще всего, почти всегда, театральных артистов. У него и снимаются. Я к этому времени проработала в театре Ленсовета, наверное, это был 80-й год, 79-й. Ну вот я полтора года в театре Ленсовета проработала. Эльдар Саныч очень любил этот театр, очень любил Алису, как вы знаете, как артистку. И просто она ему ужасно-ужасно нравилась. И я сама присутствовала при разговорах, шутейных, при застольях, когда Эльдар Саныч говорил, что вот если бы не Нина, тогдашняя его жена, ох, Алиса, я бы на тебе женился. Никто не спрашивает, вышел бы за него замуж Алиса, никто не интересен был. Но это было вот, ну, шутки такие, но действительно, она ему ужасно нравилась, как артистка. А я работала в театре Ленсовета. И я попала на пробы, поскольку уже на Мосфильме я снималась несколько раз, и там я была в картотеке, и первым делом доставали карточку, ее выкладывали. Видимо, когда он увидел, что я работаю в театре Ленсовета, он проявил какой-то дополнительный интерес. Но ничего бы не было, ну вот просто ничего бы не было, опять же, перепробована была сначала вся Москва в разных количествах, если бы не случай на пробах. Потом же я тоже об этом узнала из рассказов Эльдара Саныча, из его книжки, что когда пробовали сцену, когда Басик просит меня о встрече, типа, я прихожу за папенькой, за папеньку просить, и там вот эта сцена была в пробах. И Эльдар Саныч пишет, что все до этого претендентки расстегивали пуговки так, как будто они занимаются этим каждый день, что для них это ничего не стоит. Ну, расстегну, расстегну, надо, не надо, застегну, не хочешь, не буду. А я сыграла это так, как будто вот для меня это очень стыдно, обидно, но чего не сделаешь ради папеньки. И вот, ну, короче, сыграла так, как ему надо было. И это сыграло решающую роль. Поверьте, я всей душой на вашей стороне. Ну, как помочь? Просто не знаешь, чего начать. Да, как подступиться к этому деликатному делу? Вам жарко, сударыня? Нет. То есть, да. На пробы я ездила очень много раз, потому что даже, когда я уже была утверждена, я вот, например, тоже из книги только Эльдара Саныча узнала, что очень много было препятствий для того, чтобы начать. Я понятия даже не имела, какие палки в колеса ставились. Если кому-то интересно, посмотрите в его книге об этом, сколько проходило, приходилось проходить препятствий. Какой это ужас. И я не понимаю вообще, как они выживают, эти режиссеры. И что они до таких лет еще доживают с такими, с такими препятствиями, с такими палками в колеса, с такими подлостями, которые бывают, чтобы они, может, закаляет, может, преодолевая, закаляются в борьбе. Ваш спектакль «Вези дамы», как мне кажется, про любовь по цене смерти и про благородство по цене жизни. Вы верите в свою роль? Ну что, любовь, она существует, но только в нас самих. А если ее нет внутри, ее нет нигде. Нельзя 300 лет любить, надеяться, мечтать, глазеть вокруг, все постылит. Тогда ты начинаешь понимать, что есть только то, что каждому человеку в данный момент дорого. А для вас дорого все. Если бы вы знали, как ужасно одиночество. Это часть монолога из спектакля «Средство Макрополоса». Что касается «Верю ли я своей героине в «Везите дамы», конечно, у нее была любовь, у нее была любовь, страсть, у нее должен быть ребенок от любимого человека. Но дальше было предательство. И вот предательство в такой момент от человека, от которого ты не ждешь совершенно, которого ты любил, который... Ну, это абсолютно нож в спину. И когда ты живешь с ощущением отомстить, вот месть, месть, там она уже застит глаза, она уже даже сама не понимает, что делает. И что хорошо в нашем спектакле, что у нас, ну, хотя мне практически столько лет, сколько написано героине в фильм, говорят, «Визит старой дамы». Ей 64 года. Ну, почти как мне. Понимаете? Когда говорят, «О, молодая должна быть, как я старая». Почему? Вот. Это наш возраст. Это человек еще, который может любить, который может... У которого есть страсти, у которого есть чувства. А главное – память. Память о том, что было. Оно, видимо, это не забывается. Это не забывается. И она с этим жила и живет. Я верю. Я верю любой страсти, и чувством. Они очень долго... Они действительно владеют человеком, и бывает, что с этим не справятся никак. И когда мы на сцене с Димой Лебедевым, который играет Ила, там есть очень хорошая сцена в конце, когда в лесу, когда видно, что эти люди могли быть вместе, они могли быть счастливы. Понимаете? И вот если мне этот шаг придать, там про любовь, там это очень хорошо видно, чего нету, как мне кажется, в других спектаклях по этой пьесе. Но Казакова очень хорошо ставит про любовь, очень хорошо. Тут надо отдать должное. Поэтому я люблю этот спектакль, хоть это не комедия, конечно, но для нашего театра, в нашем спектакле, в театре он очень нужен. Последний раз мы с тобой здесь, в нашем лесу, полном тревожного шума деревьев. Сегодня кто-нибудь убьет меня. Я не знаю, кто или где это произойдет, знаю только, что наконец-то закончится моя бессмысленная жизнь. Я отвезу тебя на капли. Там, в парке моего дворца, я велела построить вон залей. Вокруг Чебориса и такой чудесный вид открывается на море. Грандиозный вид. Я видел море только на открытках. В море? Света лазунь. Неопъятный простор. И там ты останешься навсегда. Твоя любовь умерла давно, а моя все никак не может умереть. Но и жить она не может. Ее тушат мои миллиарды и требуют теперь твоей жизни. И она будет принадлежать мне. Только мне. Только мне навсегда. И скоро в моей памяти останется только легкий призрак. Прошлого моей юности. Актеры все время примеряют костюмы разных эпох. В платье какого времени вам наиболее комфортно? Ну, я хочу сказать, что тоже опять буду хвастаться. Но когда еще похвастаешься, как не сейчас? Что вот Света Титова, жена Виктора Титова, режиссера «Чудо с косичками», великолепный художник по костюмам, потрясающий. Она вот очень... До последних лет она работала, она еще жива, Светочка, люблю. И она говорила когда-то, что очень мало артисток, которые умеют носить костюм эпохи... Вот любой эпохи могут носить костюмы в кино, на сцене. Я отношусь именно к таким. Но тут никакой моей большой заслуги нет. Есть, наверное, то, что я занималась художественной гимнастикой. И есть уже осанка определенная, есть определенная... Ну, а может быть, и чувство стиля. Понятия не имею. А удобнее всего я... Вот фильм... Ты у меня одна. Там я синьку такую алкашку играю в спущенных чулках. С сигаретой, в беретке. Вот я на даче, конечно, лучше одеваюсь. Особенно в последнее время. Но вот этот костюм и то, в чем я ходила в детстве. Это шорты, это брюки, это кеды, это разношенные футболки. Вот это мне подходит больше всего. Я в этом себя комфортнее всего чувствую. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, подайте жертве социального катаклизма. Муж в тюрьме за борьбу с демократией. Дочь-школьница стала проституткой. Женя, здорово. Сама неизлечимо больна. Требуется валюта для летения за границей. Товарищи, Христа ради. Три сестры в фильме Юрия Грымова старше, чем три сестры у Чехова. Однако режиссер считает, что такой ход ставит все на места. И сразу становится все понятно у Чехова. А как вы поняли режиссера? Как ни странно, это действительно очень интересный ход. Мало того, что во время пьесы Чехова, там проходит много лет, да, и они все время хотят переехать в Москву. Они хотят как-то изменить свою жизнь. Они хотят стронуться с места. Они хотят мечтать, но ничего не делают. Только говорят, говорят, и все надеются, что это будет где-то впереди. Здесь же героиня, примерно героиня нашего возраста. Когда я снималась, мне было 56 лет. Аня больше Каменковой, Поляковой еще больше. И все равно вот эти вот слова о том, что надо что-то менять, что с этим нельзя мириться. Мы еще чего-то... Надежда до последнего, что что-то можно изменить свою жизнь, она не устраивает. Человек все равно, он не мирится. Он ничего не делает. Они все эти годы ничего не делали. Но они все время хотят, все время хотят. И дальше трагизм той ситуации, что не всегда человек властен. Он может говорить, он может мечтать, он может... Но часто, ну, не позволяют ему обстоятельства, характер или еще что-то сделать эти шаги. И вот он так всю жизнь в одиночестве проходит, проходит эту жизнь, мечтая до последнего. Что касается моей героини, там тоже, по-моему, очень-очень важные вещи есть про любовь, которые, когда Ирина говорит в 20 лет, ей объясняется в любви два человека. С Аленой и Тузенбах все-таки. Два мужчины рядом, которые ее любят. А она ни одного, не принимает ухаживания ни одного, говоря, что я так мечтала любви, и мечтаю днем и ночью, душа моя, как дорогой рояль, который заперт, а ключ потерян. Какой дорогой рояль у тебя в 20 лет? Может быть, тогда 20 лет тоже были другие 20 лет. Но она все равно искренняя, она не любит, у нее нет чувства. Когда то же самое у зрелой женщины, которая могла бы... Понятно, что уже жизнь там, вот, и все равно тебе объясняется в любви. И ты выбери, ты будешь жить человеком, будешь за ним, как за каменной стеной, он с тебя будет пылинки сдувать, тебе будет хорошо. Ну, не любит она. Ну, вот никто не отменял этого чувства, никто не отменял этого понятия любовь. И только, наверное, и вот она все равно мечтает. Вот, наверное, она мечтает еще даже в свои вот эти годы, что вдруг... Ну, если вот эти двое есть у меня сейчас, то, может быть, еще пройдет год, кто-нибудь появится. Ну, наверное, не появится, но все равно не может человек через себя переступить. Ну, невозможно. АПЛОДИСМЕНТЫ И что в итоге? Старость? Я все забыла! Я все забыла, я ничего не помню! Я вот не помню, как по-итальянски окно или этот потолок. Все забываю каждый день, забываю, а жизнь уходит и никогда не вернется. Никогда! Никогда! И никогда мы не уедем в Москву. Я вижу, что не уедем. Тому мы там нужны три старухи. Ну, Ира! И за какие деньги мы там квартиру покупать будем? Да какие? Не буду работать! Не буду работать! Не хочу работать! Хватит! Мне уже 60 лет! 60 лет! И мозг высох, и я постарела, подурнела. И ничего, и вообще ничего, никакого удовлетворения. Как я жива! Как я жива! Как он не убил себя до сих пор? Я не понимаю. Я не понимаю, зачем я живу? Какой в этом смысл? Я не понимаю. Ирина Степановна, скажите, пожалуйста, а нравится вам, когда режиссеры все меняют? 19 век, 21 век, замок становится офисом, Гамлет играет женщина. Слушайте, ну, все, насколько это убедительно. Ну, когда Гамлет играет женщину, я не думаю, что мне это нравится. Ну, не знаю. Наверное, можно найти пьесу, где те же вещи можно решить, когда женщина играет женщину. А почему вот все возвращаются, скажи, вот что такое классика, к Шекспиру, к тому же Чехову, потому что интересна тема, интересны диалоги. И сейчас не найти ничего подобного. И вот люди пытаются оттуда перенести. Думаю, что так будет доступнее и понятно молодым людям, и понятно современникам. Я не могу не привести в пример спектакль нашего театра «Бешеные деньги». Там действие происходит в 19 веке. Люди смотрят и говорят, это про сегодняшний день. Ничего не поменялось? Так же взятки, так же женщины, которые хотят выйти замуж за деньги, которые по расчету брак, которые мужики, которые поднялись трудом своим, бизнес сделали и так далее. Это все про сегодняшний день, раз они в тех костюмах играют. А когда ты играешь вот в этих костюмах, говоришь почему-то текст Островского, то ничего, мне кажется, ну, про сегодняшний день. Ну, про сегодня, ну, сегодня и что? Ну, а не сегодня. Столько всяких фильмов, сериалов, материалов про это. Зачем для этого брать Островского? Мне кажется, что-то объединяется в таком случае. Скажите, пожалуйста, а вам не жалко, что ваша дочь Лиза не продолжила актерскую династию? Спасибо. Вы знаете, мне не жалко, не жалко ли ей. Дело в том, что и я, и Равикович, у нас была одинаковая позиция, что если ты можешь не быть артистом, то им и не надо быть. Мы ничего не делали для того, чтобы Лизу на этот путь наставить. У нее была возможность смотреть на нас со стороны. Она не без способностей, и хорошенькая, и с характером, и все. Но она стеснялась. Она даже в школе, когда всякие спектакли, там были вечера какие-то, элитмонтаж или что-то надо было читать, она всегда, учителя говорили, Лиза, выйди вперед, у тебя же родители артисты, что ты все время забиваешься в угол туда. Она стеснялась, ей это было не надо, у нее другие в жизни представления о жизни, и что. Нет, совсем. И мы еще раз говорю, если можешь не быть артистом, не будь. Ну вот, спасибо большое за то, что выслушали меня. Линия жизни такая интересная. Такое название интересное. Конечно, не знаю, у кого она была, линия, потому что чаще всего это вот такая штука. Но мы просто этого не осознаем. Я, во всяком случае, точно не понимала, что это сплошная синусоида, или как это называется, сердечный ритм здорового человека. Но здорового человека. Сердечный ритм сердца здорового человека. А я надеюсь, что она еще не обрывается. И, может быть, у меня будет еще столько интересного в жизни, что мы сможем еще раз с вами встретиться. Спасибо.